В Сирии, которая при поддержке России почти освобождена от террористов, нужно как можно скорее наладить мирную жизнь. Важную роль может сыграть церковь. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами делегаций по местных православной церкви всего мира. Президент подчеркнул, Москва готова помочь восстановить в Сирии разрушенные святыни, причем не только христианские, но и других конфессий. Подробности у Анатолия Лазарева. Монастырю Святой Феклы, что в небольшом сирийском городке Маалюля, можно сказать, еще повезло. Террористы его разграбили, осквернили, но не разрушили само здание. Многие церкви в Сирии пострадали намного серьезнее. Россия поможет с реконструкцией и восстановлением, заявил накануне президент Путин, причем готова помочь всем конфессиям. Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан. Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви. Мы будем помогать и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама. Будем помогать и иудеям. Будем вместе и над этой проблемой тоже работать. Эти слова прозвучали на встрече президента с главами делегаций по местных православных церквей. В зале патриархи и митрополиты из всех уголков огромного православного мира. Африка, Европа, Северная Америка, Ближний Восток. Всего 14 человек. От лица всех слово взял патриарх московский и всея Руси. Изгнание христиан, уничтожение святынь – это особая боль. Как для церквей Ближнего Востока они здесь представлены, так и для всех нас. И благодаря усилиям, в том числе и Российской Федерации, сегодня практически разгромлен терроризм на территории Сирии. Но, конечно, как вы сказали, и мы сознаем это в полной мере, предстоит большая работа по восстановлению всего того, что было разрушено. В современном мире немало серьезных проблем, сказал президент. В том числе проявление духовного кризиса, девальвация нравственных традиций, всего того, что лежит в основе цивилизации. Мы вновь сталкиваемся с тем, что, казалось бы, давно осуждено и изжито, а именно гонение по религиозному признаку. В том числе это касается и христиан. Мы уже на подобных встречах несколько лет назад говорили об этом. Особенно эта проблема стоит на Ближнем Востоке. А ведь это регион, это колыбель христианства вообще и истоки православной веры. Беседа главы государства со священнослужителями продолжалась два с половиной часа. По ее окончании президент отдельно встретился с патриархом всего Востока. Мы достаточно подробно сейчас говорили в широком составе, с представителями других православных церквей. Но, тем не менее, воспользуемся случаем и поговорим о ситуации в Сирии самой, с христианами, с православными. Хотел бы еще раз выразить нашу глубокую благодарность вам лично и России за все то, что вы делали и делаете на Ближнем Востоке и в Сирии в частности. В общей сложности в Сирии разрушено около 400 христианских храмов. Только в Масуле до войны их было 45. Не осталось ни одного.